МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она бросала вызов правилам, в том числе правилам дорожного движения. За рулем садилась на шпагат, танцевала и пила кофем часть по трассе на скорости более 200 км в час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В интернете ее звали Моника. В социальных сетях на экстремалку были подписаны 130 тысяч человек. После смерти их стало вдвое больше. Моника, она же Ольга Пронина, не вошла в поворот на скорости больше 200 км в час. В ходе проверки установлен очевидец дорожно-транспортного происшествия, который сообщил, что помех для движения 40-летней жительницы Владивостока водители других транспортных средств не создавали. По предварительной версии следствия, водитель мотоцикла нарушила скоростной режим, не справилась с управлением и совершила наезд на леерное ограждение, в результате чего погибла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Володарский, лидер русских самураев, байкерскому клубу 15 лет. Для байкеров здесь свод негласных правил. Не пить за рулем, водить осторожно и с уважением ко всем остальным участникам движения. Ольга не была самураем. Не бывает боксера без удара по голове. Ну, не существует такого боксера, который ни разу в жизни по голове не получил. Априори не существует. То же самое и с мотоциклистами. Вот чего и не хватало понимания. Что не бывает таких мотоциклистов. Но одно дело падать на небольшой скорости, другое дело падать на большой скорости. Поэтому вот кожа, защита, плечи. За последний месяц Валерий потерял двух товарищей. За два летних месяца в Приморье произошло 58 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. В них погибли 11 человек. 65 получили травмы различной степени тяжести. Мотоциклисты, которые не справились с управлением, герои автопатруля. Автор Евгения Клепикова не скрывает. За годы работы в криминальной журналистике насмотрелась на экстремалов. На самом деле аварии ДТП с байкерами, с мотоциклистами после открытия сезона байкерского происходит. Ну, в среднем раз в неделю это стабильно. Есть какие-то определенные места, там, прям ринг, да, где можно на спортивных машинах погонять, на мотоциклах. Занимайся, я не знаю, спидвеем, если тебе нравится какой-то байк. Ну, как бы элементарно, просто соблюдая хотя бы действительно правила. Но они же действительно купили вот этот байк. Там непонятно сколько лошадей, и вот 300 скорости поехали. Никаких там защитных шлемов, наколенников, налокотников. Вот бывает, когда у человека очень много страха, и это болезненное состояние. А бывает, когда у человека вообще отсутствует страх. И это тоже крайняя форма. Илья Ульянов утверждает, опасное вождение – признак внутренних проблем. Так экстремалы получают эмоции, которых в жизни не хватает. Это говорит о внутренних психологических метаниях человека. Иногда это говорит об одиночестве. Несмотря на то, что рядом есть люди. Иногда говорит о том, что нет взаимопонимания между близкими. Тем не менее, когда возникают такие вещи, их только можно предотвращать. К сожалению, назад мы их вернуть уже не можем. Очень жалко близких, родственников. Поэтому просьба такая. Видите, что есть какие-то сложности, обратитесь к психологам, к психотерапевтам. На парковке у крематория нет свободных мест. Ольгу Пронину провожают свои. Байкеры и подписчики в социальных сетях. Они остались без кумира. 16-летняя дочь Ольги осталась без матери. Оля была отзывчивым, простым в общении с человеком, что большая редкость для такой красивой и популярной девушки. Она очень хорошо владела мотоциклом, чувствовала его. Для меня стало просто шоком, что она не справилась с управлением. На мой взгляд, Оля безбашенно относилась к своим покатушкам, но была жизнерадостной и веселой, приветливой. Я сам занимаюсь мотокроссом, и даже для меня то, что девушка так ездит, было открытием. Гоняла она круто, как Валентина Росси. Сам я в жизни никогда так не поеду, как ездила Оля. Когда она проезжала мимо моего мотоцикла, на нем всегда срабатывала сигнализация. Вчера я был дома и слышал, как во дворе ее приостановил охранник и спросил, «Ольга, ты куда едешь? Тебе ведь родственники приехали». Она ответила, что хочет быстро прокатиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова